Сегодня, 7 ноября, Церковь вспоминает святых мучеников Маркиана и Мартирия, святого мученика Анастасия, святую праведную Тавифу, преподобно-исповедницу Матрону Власову. Святые мученики Маркиан и Мартирий жили в IV веке в Константинополе. Маркиан был чтецом в соборе, а Мартирий — ипподиаконом. Оба они также были секретарями патриарха Павла Исповедника. В то время христианская церковь боролась с орианством. Это еретическое учение отвергало единосущность Бога Отца и Бога Сына. Еретики Ариани изгнали и тайно казнили патриарха Павла, а кафедра его была передана арианцу Македонию. Заговорщики пытались привлечь святых Маркиана и Мартирия на свою сторону. Им предлагали золото, значимые титулы и должности, но все усилия были тщетны. Тогда Маркиана и Мартирия приговорили к смертной казни. Перед смертью мученики вознесли горячую молитву к Господу и с тихой радостью преклонили головы под мечи. Позднее, когда ересь Ариан была побеждена, новый епископ Иоанн Златоуст велел перенести мощи святых Маркиана и Мартирия в специально построенную церковь. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь обращается к пострадавшим за веру Маркиану и Мартирию. Молите Бога о нас! Анастасий Солонский жил в конце III века. Он родился в городе Аквилея на севере Италии. По преданию, он происходил из состоятельной семьи. Однако Анастасий решил освоить ремесло изготовления сукна, стремясь следовать завету апостола Павла, делать свое дело и работать своими собственными руками. Уже в зрелом возрасте он переселился в город Солона в Далмации, на территории современной Хорватии. В 303 году император Диоклетиан издал эдикты, лишающие христиан прав и предписывающие им совершать жертвоприношения. Отказ и упорство в своей вере карались казнями и изгнаниями. Позднее этот период получил название «Великого гонения». В различных областях Римской империи законы исполнялись не одинаково строго. Некоторые христиане бежали от преследований на окраины империи, в Галлию и Британию. Анастасий не бежал, не стал скрывать свою веру. Он сам нарисовал крест на входной двери своего дома. Мученика казнили. Позднее на месте, где покоилось тело святого Анастасия, была построена церковь. Эту и другие базилики, построенные в память о мучениках-христианах, можно увидеть в Солоне, в современном Солене, в Хорватии. Для Бога все живы. И мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к живым самолитвенникам и просим. Мученик Анастасий. Моли Бога о нас. О святой праведной Тавифе мы знаем из книги «Деяния апостолов», входящей в Новый Завет. Она жила в I веке в Эпии, месте, ставшем сейчас частью Тель-Авива. Тавифа входила в одну из первых христианских общин. О ней говорили, как о милосердной и доброй женщине. И когда после тяжкой болезни она умерла, ее друзья отправили гонцов к апостолу Петру. Трудно сказать, что ждали они от ученика-спасителя. Слов ободрения или чудо. Но когда Петр прибыл в дом Тавифы, все бросились показывать апостолу то, что получили в дар от праведницы. Тавифа долгие годы прила пряжу, ткала полотно и шила из него одежду для вдов, сирот и местных бедняков. Видя искреннее горе людей и ту любовь, которую они питали к умершей, апостол Петр опустился на колени и сотворил молитву. Затем он подошел к постели, на которой лежало тело, и вызвал «Тавифа, встань!» И женщина воскресла. Память добросердечной мастерицы хранят швеи и рукодельницы, считая ее своей покровительницей. Преподобный Силуан Афонский писал «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах. Сегодня мы вспоминаем праведную Тавифу и просим. Моли Бога о нас!» Преподобная исповедница Матрона Власова родилась в Нижегородской губернии в конце XIX века. Шести лет от роду она осталась без отца и матери и была отдана на воспитание в Серафимодивеевский монастырь. Там у Матроны обнаружился дар кресования, и она занялась иконописью. Вскоре Матрона приняла постриг. В монастыре она прожила до 1927 года, до самого закрытия обители. Когда из Дивеева выдворили всех монахинь, Иннокения Матрона вместе с тремя другими сестрами перебралась в соседний Ордатовский район. Они пели в хоре местной церкви и зарабатывали рукоделием. Женщин часто навещали местные крестьянки, приносили продукты, просили помолиться о близких. В 1933 году власти посчитали, что сестры ведут антисоветскую агитацию и всех арестовали. Преподобная Матрона трижды отбывала заключение. Самый страшный срок – 10 лет в карагандинском лагере она получила по обвинению в терроризме. Лишь в 1954 году ходатайство ее брата о помиловании было удовлетворено. Иннокене Матроне было тогда 65 лет. Она вернулась в родное село и мирно скончалась в 1963 году. Знавшие преподобную Матрону вспоминали, как, вернувшись всякий раз из ссылки, она шла в ближайшую церковь к настоятелю. «Я из Дивеевских, батюшка, из лагеря. Нельзя ли поработать в храме?» Исследователи подвига исповедников XX века отмечают, как часто заключенные за имя Христова или церковное служение после освобождения снова возвращались к тому же служению, не предавали веру. С упорством и мужеством они выплывали из одной волны гонений, чтобы быть погребенными под следующее. Ныне они причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Мы обращаемся сегодня со словами молитвы к преподобной исповеднице Матроне. Моли Бога о нас! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...